привет меня зовут Эд и сегодня мы будем говорить о здоровье а именно я продолжаю свою обширную тему состоящую из нескольких уже видео и она будет расширяться по поводу лечения кашля несносного непрекращающегося кашля абсолютно различного как сухого кашля так и уже отхаркивающегося кашля то есть мокрого кашля и так далее также сюда подпадают различные инфекции носоглотки так как все рецепты будут работать с носоглоткой поэтому многие рецепты будут лечить и начальную стадию бронхита и трахеи ну конечно же не забываем что необходимо применять лучше два рецепта народных и подключить один медикаментозный рецепт и тогда в совокупности например три рецепта дадут максимальный максимально быстрый эффект и ваш кашель за два три дня максимум даже самый несносный может от вас уйти навсегда сегодня я представлю небольшую подборочку состоящую из трех четырех простых рецептов на основе сосновых почек также подойдут любые другие почки которые вы сможете достать например в аптеке или собственноручно собрать ну вот как они выглядят на данный момент уже в аптеках они продаются практически везде в интернете их можно заказать то есть не нужно бегать там по посадке и так далее искать необходимое время потому что почки собираются только в момент как они набухли и вот-вот будут распускаться поэтому лучше все это сырье купить в аптеке рецептом номер один на сегодня у нас будет ингаляция ингаляция очень хорошо работает с начинающимся кашлем также вещества которые будут испаряться будут работать и угнетать другие микробы например если у вас насморк а также начинающийся бронхит так как вы будете вдыхать пар предварительно если у вас полностью заложен нос пробейте его нафтезином чтобы он временно дышал и дышите не только глубоко ртом но и носом пар будет оседать полностью на всей носоглотке будет проникать ваши легкие и будет полностью со временем угнетать и лечить ваш кашель насморк боли в горле и так далее а также начинающийся бронхит как правильно делать ингаляцию в принципе все очень просто берем литр воды и какую-то кастрюльку ну желательно чтобы кастрюлька была тяжелая так как смотрите чтобы данный отвар не перевернулся то есть чтобы его вы его не зацепили и он не перевернулся потому что там будет кипяток можно это делать конечно на столе тоже все осторожно потому что надо будет накрыться и чтобы в момент когда вы встаете полотенце не дай бог не сдвинула так сказать и кастрюлю самый лучший вариант но не очень приятный это например в зале прямо на ковре становитесь на корточки ставите прямо на ковер нашу банку с отваром накрываетесь полотенцем и делаете ингаляцию это самый безопасный способ который практически никогда не влиял на то что можно перевернуть банку а вот на столе я слышал несколько случаев когда сосуд с горячей водой когда делали ингаляцию переворачивался и это может быть очень серьезно потому что если кипяток вылиться на тело будет очень серьезные ожоги значит берем возвращаемся к рецепту это были методы предостережения потому что у меня есть уже какие кое-какие наработки по этому поводу и я вам конечно же их рассказываю верно вернемся к рецепту берем литр воды подходящую посуду желательно тяжелую и заливаем туда литр воды берем значит где-то две-три ложки столовые полные данного сырья данных почек и засыпаем туда нагреваем до кипения кипятим где-то в районе пяти минут когда вы услышите что идет сильный запах хвойный вот это нормально это примерно 5 минут кипячения осторожно берем тряпками все снимаем ставим за необходимую поверхность чтобы ничего не берет берем полотенце хорошее большое полотенце и наклоняемся над нашим сосудом то есть над кастрюлькой и начинаем дышать конечно же у вас не должно быть аллергии на хвою на различную вы должны об этом знать если у вас нет никакой аллергии начинаем дышать сначала чуть повыше потому что пар будет горячий осторожно не об чтобы не обжечь горло потом можно сильнее наклониться над кастрюлькой уже в конце через 5-10 минут и дальше продолжать вдыхать вдыхать надо не часто чтобы не потерять сознание не спешите вдыхайте носом осторожно отдыхайте ртом и так далее можно не глубоко вдыхать потом глубоко потом носом еще раз ртом все это комбинируйте и осторожно не спеша просто дышите данным паром такую процедуру можно проводить три раза в день и обязательно чередовать с другими моими рецептами народными ссылки на которые будут внизу очень много у меня рецептов выбирайте любой народный рецепт какие продукты вы быстро достанете и начинайте с ним тоже работать и так два рецепта ингаляция и какое-то питье например с содой с медом не знаю с лимоном с имбирем у меня очень много различных рецептов дадут быстрый и положительный результат буквально за пару дней вот такой был отличный первый рецепт на сегодня с хвойными почечками второй рецепт на сегодня с хвойными почками это будет отвар он практически такой как первый рецепт только берем две ложки полные нашего сырья и 500 миллилитров воды то есть пол литра воды заливаем подходящую посудку нагреваем кипятим также сама пять минут выключаем закрываем и укутываем переставляем куда-то нашу кастрюльку и желательно ее укутать если у кого есть термос или термо стакан можно быстро туда перелить закрыть и это будет будет более благоприятнее для того чтобы все полезные вещества перешли уже в раствор через полчаса в термосе и в термо кружке наш отвар будет уже полностью готов для применения если вы укутали желательно минут 40 чтобы там все настоялось потом берем процеживаем и наш раствор можно хранить один день где-то на окне или в холодильнике на нижней полке на следующий день обязательно надо приготовить такой же свежий отвар как правильно его применять берем одну треть стакана то есть если стакан 250 миллилитров примерно 70 миллилитров ну вот так где-то в стакане наливаем наш эликсир дальше он должен быть хорошо теплый но не горячий поэтому осторожно желательно на водяной бани его подогрейте возьмите горячую воду чашку побольше или кастрюльку побольше и осторожно влейте наш эликсир простую керамическую чашку и поставьте в горячую воду где-то минут через пять помешивая раствор быстренько нагреется все берем и выпиваем его три-четыре раза в день до еды все вот такой прекрасный раствор прекрасный эликсир для того чтобы побороть кашель бронхит и другие инфекции носоглотки и еще совсем забыл когда вы выпьете треть эликсира треть стакана эликсира 30 40 минут не кушайте и не пейте это более благоприятнее будет работать и все полезные ферменты которые задержатся у вас везде на горле на носоглотке будут более интенсивнее 30 40 минут впитываться далее он немножечко будет горьковатый такой некоторым это неприятно очень эффективно перед тем как выпить эти треть стакана добавить одну чайную ложку качественного меда желательно майского если нет майского любого качественного блюда полностью все в тепленьком этом размешиваем с медом и тогда выпиваем и тогда горечь будет переноситься немножечко лучше потому что мы и забьем медиком сахар использовать нельзя только и последний на сегодня эффективный рецепт с хвойными любыми почками все то же самое только кроме воды мы берем качественное молоко берем 500 пол литра молока наливаем в кастрюльку и добавляем одну полную ложку не две как с водой а одну полную ложку наших хвойных почечек нагреваем и кипятим кипятим также пять минут по истечении пяти минут осторожно все выключаем и желательно накрыть полотенцем только полотенцем переливать никуда не надо эту кастрюльку накрыть крышечкой и отставить и накрыть полотенцем немножко укутать чтобы молочко пропарилась хорошо хвойными почечками все как правильно применять так же самое желательно до еды желательно после этого 30-40 минут не есть и не пить берем так же само треть стакана немножко совсем немножко и пьем если кому-то этот вкус покажется так же самое горьким как и в предыдущем рецепте добавляем одну маленькую ложечку медика также медик можно добавить в любом случае он будет еще более полезен в этом растворе конечно же раствор должен быть тепленький хранить его можно в холодильнике также само желательно не более одного дня завтра приготовьте себе свежий раствор и он будет более интенсивный благоприятный для вашего организма и конечно будет максимально активным применять такой раствор тоже можно три четыре раза в день на ночь обязательно с медиком потому что медик молочко будет способствовать расслаблению расслаблению горла то есть кашель должен быть меньше особенно если вы интенсивно кашляете и даже вечером то именно молочко почки и медик будет благоприятно работать со всей этой проблемой вот и все на сегодня закончились несколько отличных рецептов на основе хвойных почечек которые вы можете купить в аптеке и прекрасно экологически чисто вылечить любые инфекции на ксоглотке а также кашель и начинающийся протхит спасибо за внимание ставьте мне пальчики вверх поблагодарите меня добавьте это избранное в это видео в избранное поделитесь этим видео с вашими друзьями они тоже хотят быть здоровенькими спасибо за внимание до встречи на моем канале завтра и пока подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем удачи и мир вашему дому